Так, ну я хочу представить свою теорию. Ну, сначала всех приветствую. И представить свою теорию, которая пространство, время, материка, меженое влияние, теория всего звучит. Здесь есть ссылки на мой блог, естественно, и на адрес на vichro.org, где я тоже вкладываю свои статьи. Кромче, кромче. К микрофону, как ты? Да. В общем, еще раз. Здесь видно ссылки на мой блог, вот представлены, затем ссылка на vichro.org, где я выкладываю свои статьи. Что, собственно говоря, о чем эта теория? Эта теория, есть слова теория всего. Теория всего звучит достаточно громко, она имеет вполне конкретное значение. Это такая теория, которая должна объединить все фундаментальные взаимодействия в рамках одной теоретической модели. То есть это значит, что четыре фундаментальные взаимодействия там гравитационное, сильно, слабое взаимодействие. И возможный синоним к этому является единая теория поля. Но единая теория поля, она основана на калибровочной модели. Да, но единая теория поля основана на калибровочной модели, но в данном случае у меня не калибровочная модель, соответственно, я использую другое название теории всего, потому что нет требования, чтобы использовать калибровочную модель. Что такое мерджентное явление у меня на одном из следующих слайдов. И, собственно говоря, идем дальше. Да, то, что я предлагаю, оно не противоречит, по крайней мере, насколько я в данный момент нашел. Ни одной теории, которая... Ну, хорошо принята теория, это в их хорошо посетительных областях, то есть такие, как СТО, то и квантовая механика. И какие вообще проблемы в данный момент имеются перед физикой? Они имеются в том, что у нас имеется общая теория относительности, квантовая механика, используют несовместимые подходы. Общая теория относительности с нами является геометрической теорией. Попытки ее кантования, они... Ну, их было много достаточно, но они все никак не получаются. На всякие расходимости, неперенормированные и тому подобное. И построение теории, которая бы объединяла общую квантовую механику, общую теорию относительность с квантовой механикой, все никак не получается. Ну, там есть, конечно, попытки, попыток много. Там теория струн, петлевая квантовая гравитация и прочее. Но их, по-прежнему, нет. И, естественно, один из вариантов, почему не получается, это то, что они... Ну, все эти теории недостаточно далеко уходят от общеперинятой модели. То есть нужно идти куда-то дальше. И одна из других проблем, которые тоже есть, это, говоря... Это, вообще говоря, непонятно, что такое время. Время — это у нас везде во всей физике является параметром в уравнениях. То есть, ну, это такой параметр, который не квантуется. Ну, кроме квантовой механики, попытки квантования времени, ну, там, на самом деле, можно показать, что его просто невозможно квантовать. И, естественно, нужно попытаться понять, что такое время тоже. Потому что, раз у нас ничего не получается все это объединить, может быть, и с временем нужно что-то делать. Далее. Ну, и, собственно, это уже о том, о чем я рассказал, что поиск возможностей построения единой теории, отсутствие результатов по объединению общеперинятой системы квантовой механики на толканом мысль, что объединение возможно только если выйти за рамки наше представление о материи, пространстве и времени. Что мы, собственно, знаем о времени? Ну, время — это то же проявление, чего мы наблюдаем постоянно. Но, вообще говоря, само по себе время мы не наблюдаем, мы наблюдаем только его проявление. Физика не имеет объяснения природо-времени. Все, что есть, — это описание свойств времени. Нет съесться того, что время является независимым явлением. Более того, специальная общая теория относительности у нас устанавливает связь между временем, пространством и гравитацией, гравитацией, которая сама вызвана материя, о чем нам говорит общая теория относительности. И наличие такой связи означает, что время не является независимым явлением и связано с пространством и материи. Физика знает свойства времени, но отсутствует знание о том, почему время существует, почему время однонаправлено, существуют только различные гипотезы, ну, там, энтропия и тому подобное. Существуют ли кванты времени, и можно ли путешествовать назад во времени? Так, у меня в названии есть свойства эмерджентные явления, и здесь я остановлюсь на том, что это такое. На самом деле, эмерджентные явления – это во многом можно назвать еще порожденные явления, производные явления. Эмерджентность – это наличие у какой-либо системы особой свойств, не присущей ее элементам, а также сумме элементов, не связанных с тем, разводящих свойств, несходимых свойств системы, к сумме свойств ее компонентов. Ну, один из примеров такого эмерджентного явления является второй закон термодинамики. На самом деле подобного рода в меньшинствах явлений полно. Это, например, всевозможные законы распределения давления по высоте. Все это основано на уравнениях движения молекул, в те случаи еще на атомах и тому подобное. То есть, в принципе, теоретически все это можно вывести с того уровня. Но для случаев, когда мы имеем дело с термодинамикой, тут же второй закон термодинамикой может рассматривать совершенно независимо от законов, которые находятся в его основе. Ну и предлагаемая теория осматривает пространство, время и материю как имиджентное явление, то есть порожденное явление, производное явление, основанное на какой-то более фундаментальной сущности. То есть само по себе пространство, время и материя, оно является производным от чего-то другого. Ну и перед, чем искать, что же это чего-то другое, я остановлюсь на свойствах наблюдаемых физических явлений, что каждое явление чем-то вызвано, имеются причинно-следственные связи, ведущие к происходящему. Некоторые явления имеют вероятность характера. Ну, например, там расплата атома и тому подобное. Ну, какие-то там, тем не менее, причинно-следственные связи есть, пусть и вероятностные. Есть возможность предсказать вероятность состояния любого объекта в будущем с некоторыми ограничениями. Для некоторых явлений возможно предсказать их будущее состояние только вероятностно. Квантовая механика говорит, что точно предсказать состояние в будущем вообще невозможно и можно предсказать только вероятностно. Ну и еще, что законы природы одинаковы во всем наблюдаемом пространстве и во всех инерциальных системах отсчета. Соответственно, для того, чтобы найти это, каким у нас получается это более фундаментальная сущность. Раз у нас время, пространство и материя являются порожденными явлениями, значит, более фундаментальная сущность не должна иметь времени, не должна иметь пространство, не должна иметь материя. По крайней мере, не должна иметь пространство такого, ну, того, которое совпадает с тем, что мы наблюдаем. Соответственно, само по себе наблюдаемое нами время, пространство и материя должны являться эмержентным явлением на этой более фономентальной сущности. И постановка задачи для поиска этого самого более фономентальной сущности и прочего. Нужно найти время в пространстве материи как эмержентное явление с более фономентальной сущностью. Найденное таким образом пространство в время материи должно содержать гравитацию, описанную в общей относительности как какое-то приближение. Должна быть каким-то следствием квантовая механика с всеми эффектами. Принципиная непределенность также должна выводиться. Уравнение частицы должно содержать СУ-3 и прочую симметрию, как в это приближение, аналогичный сентябрный модель в квантовой механике. Теория должна содержать локальность. Теория не должна противоречить ни одной хорошо стоящей с теорией в их хорошо протестированных областях. Пространство в время материи должны быть построены с использованием только одного поля. Все четыре фундаментальные взаимодействия должны быть следствием. И теория должна быть фальсифицированной. Это значит, что должны быть какие-то предсказания, такие, что их можно было проверить. То есть это новое предсказание, которое нет в существующих теориях. Тут вопрос, насколько, конечно, все хорошо сделано, но посмотрим. Естественно, предположим, что на сущности, в которой нет времени, пространства, материи, мы что-то нашли. Такое, ну, нашли эмержентное пространство, время и материю, которое полностью совпадает по всем законам, опять-таки, эмержентным законам с тем, что есть у нас, наблюдаемые законы. А означает ли то, что мы, собственно, нашли то, что нужно. То есть будет ли, если, допустим, законы позволяют существовать разумному существу, то стоит вопрос, будет ли это разумное существо основать самого себя, будет способно к осознанию, ну, к бытию. А сейчас, что оно реально существует, находится в бытии. Ну, и поскольку поиск, без положительного ответа на этот вопрос, собственно говоря, дальнейшего поиска смысла не имеет, я ввожу постулат, что если в объективно существующей безвременной системе, которая включает в себя все объективно существующее, возможно, эти пространства, время и материю, как эмержентное явление, и такое пространство, время и материя позволяют существование разумной жизни, ну, значит, что закона позволяют, то такое, то это эмержентное пространство, время действительно существует, получается, И это в таком режиме пространство времени, материя, разумность, что он может чувствовать, думать, ощущать, что оно реально существует, находится в бытие. То есть, еще раз, исходная система не имеет времени, пространство, пространство там вообще говоря есть, но это не то пространство, что мы наблюдаем, и не имеет материя вообще. Тем не менее, то, что если мы на этой сущности, ну, этой исходной сущности находим точно соответствие тому, что мы наблюдаем, то есть, когда мы один в один воспроизводим физические законы, то вот этот постулат говорит, что если такое получилось все-таки найти, то то, что, и если вот это то, что получилось найти возможности создания разумной жизни, то значит, разумное существо действительно существует. Как сказать? Ощущает само себя, ощущает бытие. Далее. Ну, и некоторые определения перед тем, как идти дальше. Атемпоральный процесс — это процесс, который происходит при отсутствии времени как фундаментальное явление, и который включает в себя эмерджентное явление, и происходит на эмерджентное время. Собственно, если представлена теория верна, это означает, что все, что мы наблюдаем, вообще, все, что есть, это только не атемпоральный процесс. Ну, поскольку время эмерджентное явление, время само по себе не существует. то значит вообще о неправильной процессе. Ни о неправильных процессах не существует. Ну и до этого я упомянул об икинул существующую безвар BMX. Но, соответственно, я ее как-то обозвал метавселенной. Об икину существующую безвар BMX, которая включает в себя все об икино существующее. Поскольку если у нас время, пространство, материя, эмерджентное явление, то получается существует нечто, и вот это нечто есть в метавселенной. Здесь есть слово существующее, но существующее не явно подразумевает, Что это существующее Оно существует где-то Что это происходит как-то во времени Что это можно наблюдать В данном случае, поскольку это безвременное Слово не совсем правильно отображает Это ближайшее, что я смог найти По смыслу Но это существование без возможности его наблюдения И это существование безвремени Ну и собственно говоря Какими свойствами должна обладать эта метавселенная На которой я буду дальше искать Пространство, время и прочее То есть я как бы постулирую существование Что у этой метавселенной есть какое-то скалярное поле f от x, где x точек пространства Метавселенная обладает каким-то количеством измерений Ну и у меня в процессе Это измерение не найдено Это вообще не вопрос этого доклада Это поле определено на всем пространстве метавселенной Скалярное поле, это значит, что в каждой точке Пространства Это поле имеет какое-то значение Далее, пространство метавселенной Я знаю, что пространство Общетвертое действительно минковское Но, естественно, где-то дальше в процессе поиска нужно найти пространство Минковской общей твердой системы. Но это уже как производную. Значение поля в каждой точке определяет значение поля в окружающих точках. В том, что его окружает. Уравнение поля симметрично по отношению к вращениям. То есть нет никаких агентов взаимодействия. То, что там какое-то значение, оно определяет значениями вокруг. Агентов взаимодействия никаких нет. По той причине, что раз времени нет, то взаимодействовать нечему. Далее. Поиск пространства, времени и материи. Вот есть какая-то модель, которая рассказана. И теперь на этой модели, где вроде бы ничего нет, нужно каким-то образом попробовать найти пространство, время и материю. И, собственно, один из первых вопросов, который возникает. Как в какой-то точке пространства времени передвинуться из одной системы отчетов в другую. Которая движется с другой скоростью. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала необходимо сделать какую-то модель, содержащую время и пространство. Ну и начальная модель для пространства, эмерджентного пространства времени с N измерениями. Где N меньше или поравнуто количество измерений метавселенной. То, что отдаем одно измерение на время. А другие, естественно, измерения отдаем на эмерджентное пространство. То есть N минус одно измерение. Ну и в такой модели точка пространства, которая путешествует вдоль линии времени, представляет время. Ну, вдоль измерения времени. Эмерджентное время, предпникулярное этой линии времени. Ну, для всех случаев, когда у нас в самом пространстве не искривлено. Далее. Невозможно представить скорость, увеличивая или уменьшая скорость движения вдоль мировой линии, вдоль линии времени. По той причине, что любой эмерджентный объект, двигающийся вдоль линии времени при любом скорости, будет иметь точно такие же изменения в своем состоянии, как объект, двигающийся с любой другой областью скоростью. То есть попросту будет один и тот же объект. Здесь движение вдоль линии времени означает, что есть какое-то реальное движение, потому что двигаться негде, времени нет. Модель этой теории не имеет времени. Движение вдоль линии времени означает последовательное изменение состояния объекта в последующих точках на линии эмерджентного времени. Здесь я упоминаю объект, шутку объект, но это чуть дальше. Ну, собственно говоря, это разложение скалерного поля по функциям и так далее. Далее. Изменить передвижение из одной системы отчета в другую, в какой-то точке эмерджентного пространства-время, в другую систему отчета может быть полученным поворотом пространства-время в этой точке. То есть мы поворачиваем само по себе пространство-время, поворачиваем и пространство, и время, и переходим в другую систему отчета. Что у нас получается как результат? Как результат у нас получается, что мы двигаемся вдоль линии времени, соответственно, эти линии времени, ну, мы переходим в другую линию времени, которая не параллельна предыдущей линии времени, и они постепенно в мере времени расходятся. Здесь нужно немножко ускориться, но я еще раз упомяну, что такое... Да, одинаковые функции сопоставления на всем эмерджентном пространстве-времени. Для того, чтобы у нас было одинаковое законы физики на всем эмерджентном пространстве-времени, нужно, чтобы вот эти объекты на разных... На предыдущем пространстве и на следующем пространстве, ну, в разные моменты времени, они... Между ними было какое-то сопоставление. Что значит сопоставление? Здесь немножко... Да, но тут как-то сложновато уже рассказать, по той причине, что мало времени. Ну, в общем, сопоставление состояния в данный момент и в какой-то следующий момент времени. То есть вот мы берем, проводим две плоскости в пространстве метавселенной, ну, то есть в том, что нижележащая, и ищем там любые объекты. Объекты означают, что раскладываем скалярное поле на какие-то произвольно-ортогональные функции, и ищем там такие варианты этих функций, когда мы значения в следующий момент времени, ну, на другой плоскости можем, другой параллельный плоскости можем предсказать на основе значения этих объектов на предыдущий момент времени, ну, и с учетом локальности тоже. Ну, если у нас будет одинаковая функция сопоставления, то это означает, что и законы о физике будут одинаковые. Если у нас, соответственно, функции не получается найти, или получается много разных функций сопоставления найти, то это либо в этом месте нету эмерджентного никакого времени, либо есть несколько эмерджентных времен, то, значит, параллельная вселенная существует. Далее. Частица. Она все дает достаточно сжатое, на самом деле, потому что у нее тут расписано гораздо подробнее, но тут уж как получается. Частица. Это свойство скалярного поля метаселена определенной области на всяческом эмерджентном пространстве времени просто стабильно в течение какого-то эмерджентного времени и взаимодействие в эмерджентном пространстве времени с другими частицами как целые имеют вариант для поворотов, для диапазона поворотов как какое-то приближение. То, что вариант только приблизительный, прежде чем закон сохранения, и это будет показано далее. Ну, еще раз, свойство скалярного поля, это я упоминаю. Это означает, что у нас, вообще говоря, исходное есть только скалярное поле, плоскость, вот мы это скалярное поле раскладываем по каким-то функциям. Каким функциям? Ну, то же как получится. То есть различные функции ищем и находим такие, которые удовлетворяют этим свойствам, что они поддерживают причинность. То есть причинность нет исходной, мы находим такие функции, на которых есть причинность. И из этого получается причинность в мерджентном пространстве времени. Из этого же, ну, из того, что отображение состояния в будущем по отношению к прошлому, ну, на разных плоскостях по сути, оно может быть вероятностным. Из этого получается вероятность, вообще говоря, вероятность физика. То есть у нас есть что-то изначально, что получилось потом, оно вероятностно. То есть, ну, там что-то функция, оно может отобразиться на набор других функций, на различные наборы состояния других функций в будущем, ну, на другой плоскости. Таким образом получается вероятностная физика. Уравнение элементарных частей должны иметь симметрию по отношению к поворотам хотя бы какое-то приближение и для пространства с тремя измерениями из этого стоит наличие Су-3 симметрии в равнении частиц. Почему они, собственно, должны иметь симметрию по отношению к поворотам? Потому что вот мы поворачиваем, мы должны повернуть опять-таки в ту же самую частицу, что у нас была. Что означает Су-3 симметрия? Ну, почему Су-3 симметрия? Поворот должен быть унитарным, то есть унитарная группа это, значит, матрица, детерминат матрицы единичка. То, что он должен быть в специально унитарная группа, это связано с использованием вероятностных функций. Ну, поскольку до этого у нас получалось отображение вероятностного, значит, и сам себе мы должны использовать волновую функцию. Соответственно, специально унитарная группа Су-3. Ну, и прямо здесь получается, что мы получаем из непрерывного скалярного поля мы получаем, что у нас имеются частицы, причем определенный набор частиц мы получаем, что мы также получаем как бы сказать спектр различных состояний у частиц состояние дискретное получаем сколько-то частиц диспектр состояния возникает из того, что нам вот сутрирую группу нужно будет разложить на собственные вектора и каждый из этих собственных векторов представляет собой какое-то состояние частицы. Вообще говоря, здесь я нашел только Су-3 группу. Стандартная модель частиц, которая, вообще говоря, описывает все современные частицы, вот недавно была последняя, что она предсказывала, это бозон Хиггса. Она там содержит еще Су-2 и У-1 группу. Вот эту группу мне пока не удалось вывести, но я так думаю, что, может быть, в будущем это получится вывести. Пока, в крайней мере, я показываю, что Су-3 группа есть. Это не противоречит стандартной модели. А что там будет с Су-2 и У-1, ну, не знаю, может быть, получится. Далее. Взаимодействие прошлого и настоящее и будущего. Ну, тут осталось тут всем немножко времени. Ну, в общем, тут у меня, в целом, довольно много написано, но тут можно сказать, что изменить прошлое невозможно, потому что все наши попытки его изменить уже учтены в прошлом. То есть любое состояние в данный момент, оно уже в прошлом. В том плане, что, поскольку в метавселенной, то есть в исходном состоянии нет ни времени, ничего, значит, что любая точка взаимодействует с любой другой точкой, в том числе, что прошлое, что будущее. То есть в этом плане для метавселенной, для исходного времени не существует. Наше время — это так, то, что получилось. Мержантное явление. Ну, и поскольку у нас польза, получается, что есть вероятность отображения состояния в начале и в конце для каждого в разный момент времени, то необходимо использование волновой функции. Опять-таки, гораздо больше написано, но это, проще сказать. Так, стандартная модель физико-элементарной частицы. Стандартная модель физико-элементарной частицы у нас сейчас описывает все найденные частицы и все частицы, которые она предсказывала, все найдены. Ну, вот последнее, что было, это Базон Хиггса предсказывалось. Вот он последний найден. И на этом, собственно говоря, все ее частицы, которые она предсказывала, закончены. SO2-U1 асимметрии у меня в теории, как я уже сказал, пока не найдены, но, возможно, не будут найдены в ходе дальнейшей работы на математическом модели теории. Так, алгебра для мержантных вселенных. Вообще говоря, здесь не видно, ну, в этой теории не видно, почему бы не было много вселенных параллельно. И, соответственно, в каждой из точек может быть много групп, различных групп для различных вселенных. То есть получается, что для объема V, ну, это в данном случае объем какой-то вселенной, может существовать много разных там, естественно, групп, там G1, Gn, и каждый из этих групп описывает какую-то вселенную. Естественно, наша вселенная – это одна из таких вселенных, возможных, порожденная вселенная. Далее. Принцип неопределенности. Ну, исходная модель, предлагаемая теория, она, вообще говоря, полностью детерминистическая. И, тем не менее, из этой полной детерминированности спокойно выводится принцип неопределенности. Принцип неопределенности выводится на основе того, что эта теория использовала новую функцию с соответствующими симметриями. Ну, и поскольку использована волновая функция, значит, что все наблюдаемые явления должны описываться операторами, так же, как и квантовая механика. Ну, естественно, то есть получается, что квантовая механика – это одно из следствий этой теории. Принцип неопределенности выводится из-за некоммунитативности операторов. Ну, это описано в любом учебнике по квантовой механики. Я ничего тут копировать не буду. Ну, и принцип неопределенности – это проявление капуле стекулярно свой частиц. Вообще говоря, тут и частиц с током нету. Это все, как бы, следствие в этой, ну, прямо в этой теории. Далее. Потери информации о прошлом. Ну, здесь я ускорюсь, наверное. То есть у нас, в принципе, может быть непредсказуемая часть функции поставления. Может, она не быть. Но это, как бы, кто хочет, может почитать. Далее. Метавселенная, мерджентная вселенная. Здесь я ввожу определение, что мультивселенная – это множество всех вселенных, существующих в метавселенной. Близкие вселенные – это вселенные, которые имеют пересечение в локальной вселенной. Локально-параллельная вселенная – вселенные, которые имеют пересечение в пространстве метавселенной, выбранной точкой мерджентной вселенной. и в взаимодействии в параллельности Вселенной Вселенная в одной из твердых может изменить состояние в другой, и наоборот. Но тут для последнего вообще говоря не факт, что это вообще существует. Для этого нужно понять, как это вообще возможно. Но, по крайней мере, любое действие в любой из параллельных Вселенной, оно описывается на основе причинно-следственных связей своей Вселенной. То есть если как-то можно задействовать на другую Вселенную, то только не значит каким-нибудь корреляциями или ещё что-нибудь новое. Но причинно-следственные связи у каждой Вселенной будут свои. так варианты времени для нашей вселенной среднем могут разный вариант что времени сначала не от конца и так далее но данное время наблюдение показа что у нас время имеет начало откуда оно взялось это начало времени в нашей вселенной 5 если теория верна появился тот момент когда у нас функция стала возможным проводить непрерывно функцию поставления такую же как и сейчас и вот если они непрерывно с тех пор тянется значит это вот и было начало времени чтобы до начала времени такая бы дон до начала времени получать что время не было тут не был сущно при этом существует но это вот неопределенность даже глагола самого собственно говоря то есть до начала времени в принципе мог быть большой взрыв как вариант но в этой теории не требуется чтобы большой взрыв исходил из микроскопической точки требование малого размера для большого взрыва требуется из однородности реликтовое излучение но в данном случае это можно в этой теории это можно ваке от требования можно обойти то есть можно более больший размер изначально 3 так ну как шутку наша вселенная в этой модели частиц фундаментальные поля описываются при помощи группа ноты и там с 3 бы я показал там су 2 у 1 надеюсь со временем найти то есть у нас каждая частица является собственным значением следующей группе это различие собственно значения в этой группе количество частиц от сколько от собственных значений находится состояние частиц описываются собственными векторами разложение по собственным векторам это все возможно состояние частиц это естественно сильно слабое взаимодействие гравитация это внешне немного другое это искали имена искривление пространства времени искровение emergent на пространство времени так специально тверд носились носциями торт носить и опять таки нужно немного ускориться так но это теории не имеет выделенность тема отчета то есть в отличие от всех эфирных теорий вторки это проблема с выделена систем отчета если выгулять с тем отчета в принципе нет все Ведь все системы отчета полностью равноправны. Поэтому такой проблемы нет. Требование на одинаковости функций поставления эквивалентной одинаковости всех законов физиков и всех системах отчета. Тут дальше есть некоторая картинка. Это L1, это одна плоскость, ну, в данном случае получается трехмерная плоскость. L2, это другая плоскость после поворота пространства-времени. Естественно, вот, и здесь еще 1, 2, это вектора скорости света до поворота, синий — это после поворота. Так, если читать саму статью, собственно говоря, что следует? Из этой картинки, ну, это того, что у меня написано дальше, что если достаточно много раз поворачивать, то есть мы поворачиваем, попадаем немножко в другую, поворачиваем, ну, когда оказывается в другой точке, из этой точки, из этой плоскости мы еще раз можем повернуть, так много-много раз, до тех пор мы, в принципе, можем опасть в прошлое. То есть попадение в прошлое совершенно ничего не запрещает. Но при этом в прошлом вообще, говоря, изменить не можем, а в прошлом вроде повернуть-то можем. Возникает противоречие. Для того, чтобы это противоречие решить, нужно вести поворот информации при... потерю информации при поворотах, и тем самым эта противоречие снимается. То есть мы, если мы достаточно много повернем, мы просто потеряем информацию, мы забудем, зачем поворачивали в прошлое. И что... к чему это ведет? Ну, у нас получается, что скорость света является... Скорость времени на тангерс угла поворота. А так, ну, в данном случае, тангерс угла скорости света. Здесь альфа — это скорость света. ВТ — это скорость света. Скорость света — это значит, что единица длины в метавселенной в исходном пространстве, которая соответствует единице времени. Так, ну, здесь можно... Если, допустим, скорость... Если скорость света много больше... Если скорость времени на много больше скорости света, то получается такое там условие на альфа. Так, ну, вот я говорил про потерю информации. Потеря информации, собственно, осуществляется вот этими вот уравнениями. То есть у нас же получается, что после поворота там получается не ноль. М — это у нас матрица для поворота, используемой специальной теории относительности, если считать. Так, ну, еще раз я повторю, что метавселенная не имеет времени, совсем не имеют, ни в каком виде. Поле метавселенной определенной везде метавселенной, но скалярное. Время и менеджентные явления — это менеджентное явление. Что первичное? Ну, есть вопрос, что первичная материя и сознание. Предлагаем теорию предлагать третий вариант ответа. Ни материя, ни сознание. То есть материя является порожденным явлением, сознание является порожденным явлением. Первичнее, как бы не пойми что, то есть сама метавселенная сознания является порождением метавселенной, но в свою очередь материя является порождением сознания. То есть ни материя, ни сознание — ни первичное. Так, ну, значение поля у любой точки определяет значение поля в окружающих точках. Локальность, можно почитать дальше Гравитация, для того, чтобы в некоторых областях метавселенной иметь Однаковый закон, необходимо вводить искривленное пространство времени Оно следствует гравитация Так, ну тут немножко пролистаю Здесь возможно ввести некоторые поправки в уравнение общей относительности Для случаев гиперсферы тут тоже что-то появляется Ну из этого вообще следует потенциальное объяснение фазы инфляции На раннем этапе развития вселенной космологической констант Ну это я пропущу, кому интересно В уравнениях теории не видно места для кванта и гравитации Возможно, что вообще не существует И для того, чтобы понять, есть ли она вообще требуется более детально анализ уравнений Так, ну это, собственно говоря, уравнения Вот они вообще, на самом деле, выглядят достаточно простыми и непонятными Ну что это такое? Это все-таки, это уравнение описывают те плоскости, где имеются одинаковые функции отображения Опять-таки, у меня это детальнее описано Тут мне один из рецензентов несколько недель написал, что тут какой-то Лагранжан равен нулю Поэтому у тебя здесь ничего нету, но это просто он на самом деле не читал Никакой не Лагранжан От Лагранжан буквально только Так, физику крайне сильно пропущу Природа поля неясна Собираю все вместе уравнение теории Вообще говоря, эта теория, она, на мой взгляд, полностью вычислительно полна В том плане, что если у нас есть какая-то функция Кандидат на функцию скалярного поля Вселенной И у нас достаточно компьютерной мощности Мы все это можем подсчитать То есть, каждая из этих функций То, что здесь описано, в том числе и Л Там скорость времени, она обладает определенными дополнительными свойствами То есть, подставляем и ищем, проверяем ее на эти свойства То есть, в этом смысле она полна, но, конечно, ее надо развивать дальше Возможно, аргументы против этой теории Я попытался их собрать Ну, что Вселенная не может иметь безвременную сущность Есть движение Вселенной И это противоречит нашим чувствам Ну, мало что противоречит, собственно говоря Если мы можем таки вывести то, что такое Это выдвижение времени, как порожденное влияние То, значит, совпало Возможно, предсказывает поведение Реально наблюдается другое Но до этого теория не дошла К сожалению, нужно ее дальше развивать Может существовать функция лидерного поля, твердающая всем требованиям теорию Ну, не факт, конечно, но это надо проверять Проблема есть с тем, что пока выведена только С3 симметрия для частиц Но стандартная модель имеет еще часть ССУ2О1 Но, надеюсь, получится дальше Пока не факт Так, это я пропускаю В заключении философская часть Философская часть теории соответствует долговременному Тренду философии в том плане, что Когда-то человек был Центром Вселенной, вообще говоря Ну, да, ошибся, поправлю У кого-то, у Птолемея Земля была в центре Вселенной Все вокругращалось Затем Значение человека по мере развития наук уменьшалось В этом, здесь, в этой теории Само сознание человека является эпифеноменом На котором, по сути, ничего не зависит Но в этом плане Если смотреть, что с каждым развитием науки Значение человека все уменьшается и уменьшается Это соответствует долговременному тренду Ну и заключение физика То есть, предложена простая конституальная модель Объединяющая и стандартную модель Квантовой механики и общей твердой носительности То есть, выводятся Видны квантовые эффекты Видны там всякие неопределенности Обходится неравенство белое На тему там Теория термистическая Неравенство белое Они как раз Основательно блокируют все эти термистические теории Но то, что предложено Там параметров никаких нет Реально На уровне частиц нет Губ же не есть Но на уровне частиц параметров нет Поэтому это обходится Уравнение Если теория Если она верна Способна описать любое физическое явление При любых физических условиях Ну и главная слабость Теория множества открытых математических вопросов Отсутствие аналитических решений Теория объяснения природы Формирования пространства, времени и материи В первый момент после Большого взрыва Объясняет, что было до Большого взрыва Объясняет природу, времени и пространства, материи предложу новая интерпретация кванта механика на этом все спасибо спасибо вопросы уже кулуары